Военную обстановку и самые важные новости об этом обсудим с Олегом Ждановым, военный эксперт с нами на связи. Здравствуйте, Олег Владимирович. Приветствуем вас. Добрый вечер. У нас в эфире был сюжет о том, что в СУ нанесли очень сильный удар по Антоновскому мосту и вот он якобы разрушен. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете, разрушен или нет, и насколько это сильный удар по группировке войск врага в том регионе, и как это скажется вообще на характере боевых действий в ближайшее время? Смотрите, ну пролет не обвалился, он стоит на месте, но я так понимаю, что конструктивно мост уже не может нести нагрузку и поэтому не пригоден для прогона машин. То есть машинами по нему ездить нельзя. Почему они резко схватились за понтонный мост? Смотрите, это артерия, которая снабжает всю группировку, находящуюся на правом берегу. Еще есть Каховский мост, но он немного в стороне. Вот южную часть группировки, Николаевское направление, это все снабжается через этот мост. И если мы прекращаем движение по этому мосту, то группировка просто потихонечку начинает терять боеспособность ввиду отсутствия материально-технических средств, боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. О каких еще достижениях вооруженных сил Украины за последние сутки известно вам? Как развиваются события на местах? Ну, у нас остается самым горячим это Бахмут и Абдеевка, вот эти два направления, где противник продолжает навести, пытается, точнее, вести наступательные действия, но успеха не имеет. А так, в остальном, более-менее фронт стабилен и фактически движения фронта на других направлениях отсутствуют. Идут позиционные бои, обмен артиллерийскими авиационными ударами. Но я бы еще добавил, что у нас, наверное, еще одно оперативное направление надо открывать, это Крымское направление. Там, правда, сегодня было более-менее затишье, но, тем не менее, его уже надо, наверное, учитывать в оперативных сводках. Ну, что вы имеете в виду, как должны развиваться события в этом направлении, по-вашему? Ну, мы его с вами вспоминаем только по поводу тех событий, которые там происходят, то есть взрывы, работа ПВО и так далее. А его надо включать на регулярной основе уже как оперативное направление, допустим, в сводку Генштаба о положении дел на фронтах. То есть это обычное оперативное направление с линии фронта наших вооруженных сил. Как вы, кстати, оцениваете работу российских ПВО в Крыму? Потому что в последнее время появляется много видеороликов с работой разных установок, а туристы даже выкладывают фотографии с местами размещения С-300, С-400. То есть что-то сбивают, что-то не сбивают. Оцените. Ну, оценить очень сложно, потому что мы не знаем с вами, что летит. Это вот в этом главная задача. Но судя по тому, как они активно ведут огонь на видео, которое мы видим, то я так понимаю, что они тут тоже не жалеют боеприпасов и лупят в белый свет, как в копеечку. Что они сбили? Ну, во всяком случае, они могли бы, зная российский нарратив, они всегда любят демонстрировать свои успехи. Тут, видимо, особо демонстрировать нечего, поэтому, отстрелявшись по очередной цели, они просто тихонечко не информируют или не пускают материал в прессу. Но самый, конечно, был для меня такой приятный момент, когда они описывали, как медленно, на глазах у всех, под огнем из стрелкового оружия, китайский беспилотник с Алиэкспресс спокойно достиг цели и врезался в крышу здания штаба Черноморского флота. Да, кстати, вот об этом скажите. А вы допускаете, что все, что происходит в Крыму с этими беспилотниками, это может быть заготовка и работа ФСБ для того, чтобы... Вот для чего, если это так? Ну, если ФСБ работает на нас и готова нам передать Крым, то да, тогда в этом случае я бы допустил такую версию. Всячески поддерживаем, если подобные начинания у них существуют. Олег Владимирович, много раз звучали предупреждения о том, что ближайшие несколько дней, то есть сегодня, завтра, послезавтра, как минимум, это дни с наибольшей вероятностью массированных обстрелов украинской территории. К какому варианту развития событий стоит готовиться? Какие варианты остаются у оккупационных войск? Вариантов практически очень мало. Он один. Либо удар будет, либо удара не будет. Либо будет какое-то жалкое подобие этого удара. То есть он будет немассированный. Поэтому... Но исключить мы не можем. У нас война. Это реальная война, где летают реальные ракеты и убивают реальных людей. Поэтому и зная, что для нас эти даты очень много значат, это начало новейшей нашей истории, как в самостейной незалежной Украине. Флаг – это один из символов государства. Поэтому ожидать какой-то пакости со стороны Российской Федерации, я думаю, что лучше быть готовыми, чем нас застанут неожиданно. Олег Владимирович, а вероятность чего, по вашему мнению, выше? Массированного обстрела или, например, каких-либо диверсий на украинской земле? Я думаю, массированного обстрела. Это самое простое, что может на сегодняшний день сделать Российская Федерация. Диверсии мы все-таки за шесть месяцев, и контрразведка у нас работает, и мы научились бороться с диверсионно-разведственными группами, и уже такое количество шпионов, работающих на Российскую Федерацию, у нас обезврежено. Поэтому я думаю, что Россия, как правило, любит идти путем наименьшего сопротивления. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это ракеты. Скажите, пожалуйста, массированный обстрел чего? Какие цели? Вот сейчас многие предупреждают о том, что в этот раз ракеты могут полететь и в объекты критической инфраструктуры. Например, это что, электростанции могут быть? Как думаете, дойдет до этого? Нет, я думаю, что до этого не дойдет, особенно если мы имеем в виду атомные электростанции, особенно после заявления Великобритании и США по поводу пятой статьи и по поводу НАТО и радиоактивности, когда они это все связали в один узел. А вот, допустим, по каким-нибудь, ну и не столько, наверное, объектам инфраструктуры, это будет, на мой взгляд, позже. Когда мы будем приближаться к зиме, тогда да, вот, допустим, тепловые электростанции или теплоэлектроцентрали, да, газовые хабы, вот это возможно. Сегодня, я думаю, что наибольшая опасность – это скопление людей. Попасть в какой-нибудь торговый центр или в какую-нибудь площадь, где люди вышли для того, чтобы порадоваться празднику. Поэтому сегодня, я думаю, что праздник надо проводить скромно. Сегодня все-таки война, и ограничиться правильно президент сделал вот сегодня, поздравил, и никакие… у нас, кстати, отменены все массовые мероприятия именно из-за мер безопасности. А вот уже когда будет День Победы, тогда отпразднуем все вместе. Да, это правда. Олег Владимирович, в преддверии праздника, непосредственно в празднике или просто в обычные будни, существует угроза все еще обстрелов, массированных или единичных обстрелов со стороны российских оккупационных войск украинской территории. Для того, чтобы защищаться, нужны средства ПРО и средства ПВО. Так вот, в офисе президента сообщили, что Украина получит средства противовоздушной и противоракетной обороны ближайшей осенью. О каких системах идет речь? Насколько эти системы смогут защитить украинское небо? Ну, если осенью, то, что сказал президент, я сейчас уточню, почему, то тогда эта речь идет о системах либо НОСАМС, этих самых норвежских. Кстати, эти системы стоят на охране Белого дома, их выставляют на зеленые лужайки возле Белого дома, когда проводят там какие-то антитеррористические мероприятия. То есть это само за себя говорит о надежности и эффективности этих систем в боевом применении. Я просто... Сегодня появилось еще заявление Министерства иностранных дел Германии, в котором было сказано, что в ближайшие недели Украина получит систему ИРИС, которую нам давно обещали. Это тоже противоракетная система среднего радиуса действия и довольно эффективная, судя по ее тактико-техническим характеристикам. Но в любом случае приятно отметить то, что, я так понимаю, что в осень мы будем уже входить с более-менее закрытым небом. Олег Владимирович, большое спасибо. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами напрямую.